10 мая 2024 год. Послушайте еще раз по поводу наступления России на Харьков. Я уже сказал свое мнение, что никаких мешков не будет. Еще три дня назад один из украинских блогеров, не знаю как его назвать, сказал, что захват мешок Харькова со стороны Сумской области окружат там какое-то аналохордло осуществить. От этого не будет. Я когда пытаюсь вам рассказывать здесь, я пытаюсь панику сбить, понимаете. Но почему я сейчас видео это записываю. Одна девочка написала мне в комментариях, я только вам уверен, это неправильно. Не надо ориентироваться на меня, как на авгура советчика прогнозиста. Я рабочий, часто я сержант ВСУ, но до мобилизации был оператором за станком. О чем вы говорите? Вы не должны принимать решения, касающиеся вашей жизни или ваших родственников на основе моих рассуждений. Я записываю эти видео исключительно для того, чтобы сбивать паники с моей матери, которая сейчас в Германии сидит и боится за Украину. Но конечно, если вы там сейчас в Стрелечье находитесь или в Липсах, я это в прошлом видео сказал, вам не надо слушать меня о том, как поступать. Вам надо слушать Синегубова в Харькове, да, там облурады какого-то советчика. Они гораздо компетентнее, они обладают всей информацией, они понимают ситуацию на том или ином направлении. Я лишь могу вам сказать о том, что ребята, там сейчас они лезут на Вовчанск, говорят, все, Харьков будет захвастен. Посмотрите, где Вовчанск, где Харьков. Я уже не говорю о том, что с Вовчанской, чтобы до Харькова дойти, им надо прямо через 92-ю бригаду пройти. Я не знаю, как сейчас в 92-й бригаде, но когда я там служил там в 14-м, 15-м году, там треть была харьковчан. Вы представляете себе, что люди пропускают, штурмовая бригада пропускает к себе в свой город расистов. Ну, я хочу на это посмотреть, даже честно говоря, на то, что от этих расистов оставили. Ну, я, в принципе, здесь пробнички смотрю на работе. Ладно, это эмоции. То есть я о чем хочу сказать, что не воспринимайте там, кто меня слушает, меня это пугает уже, честно говоря. Нельзя ко мне относиться как к советчику-парагнозисту, абгуру там или еще кому-нибудь. Единственная моя цель, это чтобы не было паники. Смотрите на источники информации, когда вам рассказывают, что окружат мешок, там Харьков возьмут там всех, разбомбят все их 16-е во Львове кабами. Смотрите на источники, смотрите на компетентность человека, на источники, то есть чтобы это было подтверждение какое-то хорошая информация, чтобы это было там официальное лицо, чтобы вот доклады там были, допустим, на каком-то толковом издании, там, я не знаю, за иконами, там, за Таймс, там, я не знаю, правительственные какие-то газеты, а не просто стенгазета в вашем садике. Машкара задолбала. И тем паче, и тут же, это просто в течение пяти минут, меня спрашивают, освободят ли Запорожье, то есть этот самый Мелитополь, Бердянск. Ребята, а то, говорит, некоторые до сих пор не берут паспорта, рискуя многим. Я не компетент давать такие советы. Мне кажется, что, конечно, почему вы не берете, потому что вас посчитают коллаборантами, не посчитают. Коллаборантами становятся те, кто целенаправленно идет добровольно на службу этой самой расистской оккупационной власти, добровольно, по собственной инициативе, понимаете? Если вас там штыками загнали даже в армию, вы не будете коллаборантом. Я серьезно говорю. Ну, то есть, посмотрите, опять же, я не юрист, посмотрите, но, по-моему, дело обстоит именно так. И совершенно я не способен. Есть же, допустим, в Запорожской области, я сейчас в Запорожской области, вот Работина тут орехов рядом. То есть, есть же какой-то официальный губернатор Запорожской области. Посмотрите, у него наверняка есть, если вы сможете видеть меня там на Ютубе, на ТикТоке, значит, у вас есть доступ к интернете, посмотрите, что вам официальные власти Украины говорят. Не ориентируйтесь на то, что я говорю. Я еще раз повторяю. Единственное, что я хочу сбить, это паника. Сейчас единственное, что россияне могут, это перепугать нас, создать толпу там беженцев каких-то. Находитесь вы в липсах, находитесь вы там в стрелече. Конечно, вам лучше с линии фронта уйти, но я думаю, для этого вам не нужны мои советы. Если по вам мины прилетают, вы прямо на линии огня находитесь. Зачем вам мой совет какой-то в этом случае? Россияне, нету у них, понимаете, я вам говорю, они атакуют нас на мотоциклах. Ну, это не шутка. Посмотрите, видео ж куча есть, да, там. То есть у них нечем, нечего, понимаете. И они вот это и я, вот градами засыпают в Волчанск. Ну, это никакой военного смысла, это никакого не имеет. Это просто зашугать мирное население. Понятно. Россияне давят и надеются, что мы не выдержим этой боли, да, и, скажем, сдадимся и скажем, ладно, все, останавливайте войну любой ценой, там, отдавайте там территории, выводите там. Мы не будем ни в НАТО, мы не будем. Им нечем просто уже против нас воевать так, чтобы, ну, как это было в 22-м году. Нам сейчас приходит вооружение. У них последнее вот это окошко, когда к нам все больше и больше поступает вот этот 60-миллиардный пакет, американский, 4-миллиардный пакет британский. А у них МТЛБшки и танки, обвязанные бревнами. У них единственная сейчас надежда у россиян создать панику, и чтобы мы в панике сдались. Я не знаю, их за два года, за третьем году войны не научило, то, что, блин, хрен, ну что, сдадимся. А такие действия, как они сейчас в Волчанске делают, там, это только больше, блин, ярости у нас вызывает. Но, еще раз говорю, не прислушивайтесь к моим советам, потому что из меня, какой из меня советчик? Я не политолог, я рабочий, которого мобилизовали в армию. Я просто рассказываю вам те вещи, которые я знаю, там, по войне, там, 14-й, 15-й год и сейчас. Объясняю, что как, паниковать не надо, потому что мы победим 100%, мы 100% победим. Постарайтесь сохранить свою жизнь. Если вы на линии фронта, там, где-то близко, как гражданские находитесь, конечно, вам лучше уходить. Но совет, слушайте, не моих, а каких-то официальных властей. Они обладают информацией по вашей ситуации. А я в Харькове не был уже, ну, я третий год не в Харькове. Да, я вот здесь, в Запорожье уже. Пология. Гулей-поле, Гулей-пильске. Работина. Там, где трупаки российские валяются. Не паникуйте. От вас сейчас, от гражданских, украинских, хотят именно паники. Понятно? Я понимаю, что вам тяжело и тяжелее, чем нам, военные, потому что мы хотя бы трупы этих расистов видим. Понимаете? Мы видим, ради чего мы все это выносим. Не паникуйте. Все буду Украиной. Харьков. Да, сейчас. Слава Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова